В Закарпатье аутсайдер внешнего независимого оценивания знаний школьников. Третий год подряд область занимает последнее место по результатам тестирования. Больше половины выпускников с треском провалили задание. В чем причина подробности у наших корреспондентов? Это официальная статистика внешнего независимого оценивания. Ни один выпускник из трех школ Виноградовского района не сдал тест по украинскому языку и литературе. Не справились также больше половины одиннадцатиклассников в девяти школах соседнего Береговского района. А в селе Яноши тест провалили почти все выпускники местного лицея. Только три ученика из 24 получили минимальный балл. Почему? Пытаемся узнать в самом лицее. Его директор, учительница украинского языка и литературы, говорить о печальной статистике не хочет. Почему такие планы были у вас, показники? У меня нет комментариев, пожалуйста. Комментарии есть у учителя физики и математики. Национальная школа, понимаете? На угорской мове навчаются. У нас, знаете, профессиональный лицей. Знаете, что это такое? Они придут сюда отребать профессию. Ну, автосправы выучают. Так что, в первую очередь за цел они приходят до нас. Провалили тесты по украинскому не только лицеисты, но и ученики школы села Яноши. Более 80% выпускников. Директор от камеры убегает. Учителя объясняют. В селе живут в основном этнические венгры. Детям трудно дается украинский язык. А еще у них нет мотивации. О том, что такая тенденция действительно наметилась, подтвердили и в областном департаменте образования. За границу уезжают не только выпускники, но и учителя. Станом на 15 серпня, такого еще в жизни не было в Закарпатской области, мы имели 270 вакансий. Это серьезная проблема. Переважная количество этого года выпускников приняла решение научиться не в высших научных закладах Украины, а за кордоном. С разных причин. Много, скажем, дешевше. В департаменте образования уверяют, отток кадров могло бы остановить повышение зарплаты учителям и премирование за высокие результаты ВНО. А вот как мотивировать молодежь? Вопрос риторический. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.